Привет, друзья! Новый приём. А новое, как говорится, давно забыто старое. Ну, просто зависит от того, как подано, какими словами описано. Потому что от этого всё зависит, как мы воспринимаем то, что нам говорят. Вот посмотрите на эту картину. Любовь и ревность. Вот внимательно посмотрите. Видно там, кто ревнует, кто любит, кто принимает решения. Ну, а теперь послушайте внимательно. Мелко-мелко, поморгайте глазами. Мелко-мелко, мелко-мелко, вот так вот. Мелко-мелко, 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 мелко-мелко. А потом сделайте взгляд рассеянный и задумайтесь. И поймите для себя в данный момент, о чём вы думаете, когда ни о чём не думаете. мысли текут сами по себе на самотёк? Или вы можете думать, о чём хотите думать? Интересный вопрос, правда? В йоге, в йоге давно-давно было написано в каком-то источнике, а это мне сказал мой друг Наум. Давно-давно он говорит, мы учимся сначала не думать ни о чём, чтобы потом уметь думать, о чём мы хотим думать. Вот это разница, видите, какая? Когда нам думается, о чём думается, вообще, и когда мы думаем, о чём хотим думать. Так вот, обычное состояние бодрствования – это состояние, когда, по моей модели работы мозга, когда в мозге много-много различных конкурирующих доминантов, и вы можете думать, о чём хотите думать, потому что доминанты конкурируют между собой, а доминант – это вектор внутримозгового отношения. И они снижают влияние друг друга на состояние организма. А вот когда вы сосредоточитесь глубоко, фиксируете на чём-то своё внимание, у вас формируется доминанта в этих условиях – это состояние транса. Значит, обычное состояние – это когда много разных доминантов вы можете принимать решение, думая о чём хотите думать. А транс – когда одна доминанта. Ваше внимание зафиксировано. И вот оказывается, если на пике напряжения вот сейчас сделайте вот это, потягушеньки, просто напрягитесь на секунду и обратите внимание, о чём вы там сейчас думаете. На самом пике напряжения может быть вообще-то ноль, а может быть какое-то течение мыслей спонтанное. Вы посмотрите сами у себя. Да, потягушеньки. Напряглись и подумайте в этот момент. Заранее заготовленное желание в этот момент поставьте на пике напряжения. Ну, сейчас не можете поставить, правда? Но вы заранее поставьте после этого видео какое-то желание придумайте. Ну, такое, которое вы хотите, чтобы обязательно, безусловно, исполнилось. Ну, например, я хочу, чтобы сегодня был хороший день, чтобы я вечером сделал изобретение, написал новую новеллу, да, или с кем-то помирился, или придумал новый контент. Ну, вот задумайте желание после этого видео. Да, потом снова сделайте потягушеньки и на пике напряжения это желание вспомните как образ будущего, как мечту. Потом отпустите себя вот так, расслабьтесь, посидите, да. И это доминанты, которые вы сформировали, начнёт детерминировать весь день. Вы целый день будете чувствовать себя так, как вы себя задумали, а некоторые события начнут исполняться. Потому что ваше внимание, ваша восприимчивость зависит от того, на что вы настроены. И вы будете в массе разных событий видеть именно то, на что вы настроились. Это всё очень интересно. Я просто хотел, чтобы вы сделали этот маленький эксперимент для того, чтобы немножечко-немножечко самоизучили себя. Потому что самонаблюдение это как бы психоанализ, самопознание. И вот этот маленький приём давайте ещё раз повторим. Итак, посмотрите, какая будет большая разница. Сначала можете измерить уровень своего стресса, напряжения. 10 это штурм, а штиль это 0. Вот здесь 10 делений. Значит, теперь вы берёте и поморгали, 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 мелко, 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 чем чаще, тем лучше, чем чаще, тем лучше, чем чаще, тем лучше. А потом отпустили себя, расслабились, автоматически там это происходит, расслабление, после такого мелкого моргания. Потому что мелкое моргание это событие, которое обычно происходит, когда вы засыпаете. Перед тем, как заснуть, у вас происходит вот это в переходе, в переходе в сон. Мелкое, мелкое такое подёргивание. Потому что повторяемые действия снимают напряжение. Чтобы выйти из обычного состояния в сон, вы снимаете накопившие напряжения, поморгивание. Да, обратите на это внимание. А когда вы сделали потягушеньки, тоже обратите внимание. И вот посмотрите, такая простая вещь. Буквально полминутки, буквально несколько секунд, и меняется ваше состояние. Либо поморгиванием вы можете менять своё состояние, либо потягушеньками менять своё состояние. И используйте этот градусник напряжения от 10 до 0. А когда вы ходите на 0, это состояние между сном и бодрствованием. Между сном и бодрствованием, между бодрствованием и трансом, между сном и сном со сновидениями. задержанное времени, это будет нирвана. Когда вы ни о чём не думаете, там нет страхов, шаблонов, стереотипов, там нет вашего эго, там нет рефлексии. И вы вроде бы есть, и вроде бы нет. Вот это состояние нулевое, оно зависит от исходного состояния и ваших задач и целей. Мы об этом ещё поговорим. Но это простые вещи, которые если хотя бы один раз вот так вот сделаете, вы лучше узнаете себя и сможете лучше думать о том, о чём вы хотите думать и лучше создавать у себя состояние, когда вам ни о чём не думается, чтобы восстановиться, повысить свой иммунитет и стресс-устойчивость. В следующий раз я ещё кое-что покажу а вебинар я объявлю. Завтра или послезавтра я объявлю вебинар, который через неделю состоится, и там будете задавать любые вопросы и получать любые развернутые ответы от меня и от всех участников. Поэтому готовьте зум. До встречи, друзья!